Здравствуйте, это Андрей Ткаченко. 10 марта 2014 года. Подготавливаем грунт под высадку картофеля. Сегодня мы вносим под высадку картофеля на том участке, который мы в прошлом году, прошлое видео осени 2013 года, пепел как ценнейшее удобрение, мы вылаживали о том, как мы на участке рассыпали пепел перед нарезкой борозд. Там, где мы рассыпали пепел перед нарезкой борозд, там мы внесли биогумус. Просто внутрь лунки рассыпали биогумус из расчета приблизительно порядком 8 тонн гектар. Как мы делаем? Вот мы размечаем участок, вот если чуть-чуть присмотреться, там стоят палочки, наверное не увидим, но маленькие лозинки. Ряды у нас 50 метров длиной. Через 25 метров мы поставили метку для того, чтобы человек, который разбрасывает, видел где ему закончить рассыпать. То есть мы рассыпали биогумус на участке, где в прошлом году внесли пепел. А там, где не внесли, вот мы сейчас находимся на том участке, где мы не внесли. Вот мы расставили мешки, расставили ведра. И что мы делаем? Мы смешали биогумус один к одному с пеплом. То есть на этом участке мы пепел не вносили с осени, не получилось, не было возможности. Поэтому мы взяли акациевый пепел, то есть здесь он еще и палочки акациевые есть. И смешали один к одному с биогумусом. Взяли сырой биогумус и размешали его, вот видно, оно как гранулированное, и размешали его с пеплом. То есть биогумус был влажный, пепел сухой. Ну и до общей консистенции довели уже водой для того, чтобы пепел не раздувало ветром. Сейчас весна и как бы часто метет ветер, поэтому пепел весной рассыпать очень проблематично. По поводу позитивной стороны этого вопроса. Мы вносим непосредственно питательную смесь прямо под корешок растения. То есть вот там, где непосредственно будет уже разлаживаться картошка, в этих же бугорочках, то есть вот мы разложим в ямки, берем этот же биогумус вместе с пеплом, просыпаем внутрь на дно луночки и потом сразу же мотоблоком, сейчас мотоблок уехал, его сейчас не видно, но он скоро уже подъедет. Потом мы это все дело зарываем, то есть вот мы засыпали в луночку, засыпали в луночку и потом мотоблоком это все как бы размешали лапой вместе с землей для того, чтобы биогумус не выветривался, ну и пепел чтобы не уносило ветром. По поводу биогумуса можно в очень многих местах описано все его положительные качества, особенно при внесении локально, непосредственно под корни. То есть биогумус это очень хорошая питательная среда, в ней 30-35 процентов гумуса, это пропущенная органика через пищевод червя, то есть почему такие вот как шарики образуются, она такая как сыпучая смесь и из маленьких таких как шариков от 1 до 3 миллиметров величиной. То есть это частицы органики пропущенные червем через себя, мы его, сейчас я отвлекусь, мы его рассыпаем внутрь лунок, потом мотоблоком зарываем, приближу, мотоблок у нас мотор сич запорожский, на железном ходу и сзади обыкновенные лапы, тракторные лапы со стрелами, ну таким вот образом оно и рассыпается. Вернемся к самому биогумусу, то есть по биогумусу это очень питательная смесь, ее, она насыщена хорошей позитивной биофлорой, почвообитающие, почвообразующие бактерии, те которые будут жить в вашей почве, те которые будут улучшать структуру почвы и вот эти вот гранулы, которые получаются вот когда червь пропускает через себя, он оставляет как бы вот на вот этих гранулках, оставляет какие-то частицы своей слизи пищевода, поэтому получается, что оно не промывается, почему одно из самых позитивных вещей в биогумусе в том, что он не промывается, то есть мы живем в Херсонской области, мы много выращиваем овощей в два эшелона, в три эшелона за один год, с весны до осени можно и три урожая собрать, главное правильно подобрать сроки, время, все рассчитать, тогда можно и три, ну в основном все садят две посадки, вот мы делаем как, мы высаживаем картофель под агроволокно, после картофеля садим перец и все хорошо успевает. Это по биогумусу, в том что он дороже чем навоз, но чем он хорош, вот эти вот гранулки, вот эта вот слизь червя, она не дает питательным веществам просто промыться в грунт, просто вымыться тем же же поливами, будь то капельное орошение, будь то рычный метод дождевания, безразлично, когда мы вносим обычный навоз в грунт, то он как бы не держится, он просто промывается в грунте и как бы большая часть уходит ниже плужной подошвы, там где уже растение его не достанут, а биогумус держится в почве 5-6 лет, то есть как бы и создавая плодородие почвы и подпитывая растения, но за счет его относительно большой цены, то есть его желательно вносить локально, непосредственно под корни и вот то, что мы и делаем, мы рассыпаем непосредственно в ямочки туда, куда положим картофель, уже завтра положим и также зароем этой же лебедкой, вообще конечно было бы идеально отдельно посыпать пепел и отдельно посыпать компост, как бы мы все равно не знаем до конца каких-то химических реакций, но сейчас весна, земля еще влажная и каждый человек, который садит очень рано какую-либо продукцию на земле, ну в частности вот как у нас на юге Украины, то он понимает, что чем меньше ты ее затопчешь, чем меньше ты ее запрессуешь, даже я не говорю за трактор, даже то, когда мы ходим по земле, мы все равно она у нас земля спрессовывается под ногами и потом уже развиваться корням растения будет достаточно тяжело. По пеплу, мы используем акациевый пепел, можно использовать в принципе любой пепел и в фосфоре, в хвойных породах больше фосфора, у каждого пепла есть свой химический состав, в акации приблизительно 30-35 процентов кальция, 12 процентов углекислого калия, той легкоусвояемой форме, которой нужно растению, самая легкоусвояемая форма, то есть до 5 процентов магния, как раз все то, что нужно, особенно по сленовым магнию очень нужен и перцу и картофелю, если недостаточное количество магния в почве, то картофель будет также слабо развиваться, то есть это в принципе это самое дешевое удобрение, самое дешевое, почему так мало уделяют внимание, потому что он видимо пылеобразный, его тяжело вносить, вот как вот, как вот мы вносим, вот брат сейчас работает, сейчас приближу, то есть субстрат влажноватый и даже на улице сейчас, почему я снимаю в нашем домике, на улице ветерок и на телефон будет задувать микрофон и будет не слышно. Мы разметили участок по 25 метров и вот получается ведро, вот 15-литровое ведро полное, мы используем на вот эти 25 метров, то есть на один 50-метровый рядок у нас уходит полное ведро пепла с компостом. Если правильно пересчитать, если пересчитать по количеству, то что в ведре приблизительно около 12 килограмм компоста, это получается у нас на рядок уходит примерно 12 килограмм компоста и пепла, полное ведро пепла весит, ну примерно в два раза меньше, может 6-7 килограмм и получается, что в общем по количеству внесения то, как мы это делаем мы сейчас, мы вносим, ну если пересчитать правильно, да, на 50-метровый рядок 12 килограмм компоста и 6-7 килограмм пепла, это порядком около 4 тонн на гектаре мы вносим компоста и ну порядком 2-2,5 тонн пепла, это приблизительно получается компоста грамм 400 на квадратный метр, пепла 200-250 грамм на квадратный метр. По поводу пепла, очень важно если вы будете вносить пепел, очень важно не делать таких вот, ну как сказать, ну неправильных комбинаций, вот про пепел, в пепле очень важно то, что при всей его положительности, при всей его большом разнообразии питательных элементов, его нельзя, то есть есть предостережение, его нельзя мешать с аммиачной селитрой, то есть с любым, принципе, любым удобрением на основе аммиака, нежелательно мешать с удобрениями на основе аммиака и вот даже если мы, допустим, выращиваем, если взять обычного человека, который выращивает картофель и привык это делать с помощью минеральных удобрений, то этому нужно придать большое значение, в пепле очень мало азота, его ничтожно мало, там меньше одного процента и поэтому весной азот очень почвы нужен для того, чтобы разлагалась органика прошлого года, то есть для ускорения развития бактериальной флоры, то есть они по бактерии поглощают азот из почвы для того, чтобы разлагать там какие-то остатки, корешочки, палочки с прошлого года, ну какие-то растительные остатки прошлогодние и как бы вот из рекомендации, если мы уже вносим пепел и хотим работать по, допустим, если вы привыкли работать минеральными удобрениями, то можно просто заменить ту же селитру, заменить любыми другими азотными удобрениями, самое главное не на основе аммиака, то есть это может быть и карбамид и сейчас есть большое разнообразие азотных удобрений, если сейчас перечислять обычное название, то возможно в той стране, в которой вы смотрите, нет конкретно такого удобрения, ну будь то надо, надо просто посмотрите, чтобы не было в составе аммиака и все, то есть по еще, по пеплу тоже одно из таких вот основных предостережений, то есть если мы вносим пепел в грунт, то нужно они как бы вот придать значение этим химическим реакциям, которые будут происходить в почве и по поводу не только аммиака, а также по поводу, очень важно еще соблюсти еще и фосфорное удобрение, то есть с пеплом нежелательно вносить в грунт суперфосфат, но особенно суперфосфат и также легкорастворимые фосфорные удобрения, то есть ну одновременно нельзя вносить, то есть если вы вносите пепел, то можете допустим если есть желание внести тот же там какие-то фосфорные удобрения, будь то суперфосфат, либо другие легкорастворимые фосфорные соединения, почему нужно сделать это по отдельности, потому что вместе с пеплом при внесении, одновременном внесении фосфорных удобрений происходит так называемая ретроградация, то есть это переход фосфорных соединений в очень трудно растворимые формы, то есть проще говоря удобрение не сработает, то есть оно перейдет не в той форме, в которой оно есть в том же удобрении, то есть вот насколько позитивно действует на грунт даже тот же суперфосфат, в котором 15-17 процентов фосфора, а остальное это гипс, то есть он как бы и засоленность грунта уменьшает и подпитывает фосфорным соединением, плюс убирает засоленность грунта, это особенно важно в нашем регионе, где есть как бы близко грунтовые воды и бывает подтопление и большое выделение солей на поверхность, то есть суперфосфат это очень благотворно действует на таких почвах, но опять же если его смешать с пеплом или внести одновременно вместе с пеплом, то фосфор переходит в более трудно растворимое соединение, которое практически не будет восприниматься растением, поэтому во всех комбинациях мы должны все-таки задумываться о том, чтобы получить хороший урожай нужно сделать как можно меньше каких-то неправильных ходов, так можно меньше каких-то неправильных тех же химических реакций либо воздействия на землю, но вот как вот мы весной стараемся не заезжать трактором на землю, потому что она влажная, потому что трактор затопчет так, что потом урожай будет просто хуже, также с удобрениями, мы можем внести и подумать о том, что это все-таки позитивно и то, что мы дали много удобрения, и вроде бы мы должны получить хороший урожай, но если в почве произойдут плохие химические реакции, в которых просто та легкоусвояемость пропадет, частично тот же биогумус, если его вносить, в нем есть уникальное сообщество бактерий, которые те же фосфорофиксирующие, которые улучшат этот процесс, те, которые переведут тяжелое соединение фосфора в более легкие, но надеяться только лишь на биологию тоже как бы не стоит, просто нужно дать время усвоиться, если вы вносите, допустим, тот же суперфосфат, носите его с осени для того, чтобы он успел раствориться, чтобы и гипс среагировал с грунтом, фосфат практически не промывается, то есть, но если, если именно хочется такое фосфорное соединение, то есть по пеплу надо все-таки работать осторожно, при всей его дешевизне, вот как я по вчерашнему дню смотрел в интернете, что вот можно купить ту же там залу и по 400 и по 700 гривен за тону, то есть как бы не обязательно там долго ждать и теплиться, что-то там сжигать, какие-то дрова и в конце сезона получить два мешка пепла и думать о том, где его возьму, то есть пересчете на удобрение, то есть вот если мешок той же нетромофоски у нас стоит 260 гривен, то есть три мешка нетромофоски, это получается у нас уже там 700, даже 820, это всего 150 килограммов удобрения, которым 16, 16, 16 основные составляющие, то есть из которых получается где-то порядком 70, 70-72 килограммов действующего вещества, а у пепла почти все действующее, если мы можем купить за 820 гривен или за 100 долларов всего три мешка, из которых получим всего лишь 70 килограммов действующие вещества, то здесь же за 700 гривен, то есть да там это за 90 долларов можно купить целую тонну пепла, в котором каждый элемент действующий это сожженное растение и оно будет полноценно отдавать вам все то, что возвращаться в виде урожая, но при этом есть небольшие трудности, то что его тяжело разбрасывать, он пылеобразный, его нужно хранить, чтобы он не намокал, потому что также он у него тоже теряется, когда пепел намокает, если он у вас лежит где-то или в сарае или еще где-то, то есть ему нельзя намокнуть, потому что когда он мокнет тоже в процессе гидролиза меняется химическая формула того же калия, то есть надо какие-то особые условия для хранения, то есть просто чтобы было сухо хотя бы, то есть его нельзя мочить, его тяжело вносить, но при этом у него гораздо больше позитивного, чем негативного. В данной ситуации мы так делаем и всем тем знакомым, которые общаются со мной, те которые пробуют биотехнологии, пробуют внесение биогумуса в грунт, биологические обработки земли, в целом большинство людей, которые со мной работают, поначалу они просто вносят в свою обычную технологию обычную добавку, допустим, если они работают тем же удобрением, просто они начинают добавлять биогумус, постепенно уходя от того же удобрения, также и с обработками листовыми обработками, обработками осенними обработками, по растительным остаткам весенними обработками, для того чтобы зарядить позитивные биофлоры и чтобы растения быстрее развивались, также в процессе вегетации растений, которые также можно поначалу ничего не менять, вот вы привыкли работать тем же плантофолом, привыкли работать теми же там какими-то легкорастворимыми удобрениями на хелатной основе, оно одно другому не мешает, если вы хотите работать удобрениями, работайте, просто добавляйте в это время, добавляйте биологию, просто добавляйте те же биопрепараты, добавляйте те же вытяжку из биогумуса, как бы она ни называлась, то есть жидкая форма биогумуса, то есть это либо гумисол, вермисол, айдар, там этих названий, просто тьма, и постепенно люди отходят от удобрений, при этом получая более лучший, более качественный урожай, более здоровые плоды, ровные кусты, выше чем обычно, за счет большой позитивной биофлоры, и большой биологической активности земли, когда вот уже смыкаются, те же ряды от ботвы смыкаются, когда картофель уже выросла большая ботва и закрыла все междуряди, также и перец, также и любая культура, то есть за счет большой биологической активности земли, происходит как большое выделение углекислого газа из земли, и соответственно как бы парниковый эффект, в котором много углекислого газа под листвой, лист впитывает углекислый газ и отдает кислород в атмосферу, и тем самым сам процесс фотосинтеза ускоряет развитие и куста, и плодов, и все, но опять же, все надо делать в комплексе, чтобы была хорошая биологическая активность грунта, надо вносить большое количество органики в почву, будь то компосты, навозы, ну в частности мы вносим биогумус, потому что, ну что такое навоз? Навоз это недоразложившаяся органика, то есть мы в ней, мы всегда работали навозом, пока не начали заниматься червями, когда мы вносим навоз, нас вот привозят тот же навоз со степных районов, со сканиновой, там где эти там буйволы гуляют, там всякие там привезенные отовсюду эти животные, и то есть это степные области, в которые какие-то колючки, какие-то, такое разнотравие потом растет, ну бешеное количество сорняков, с которым потом год-два тяжело бороться, а когда мы вносим биогумус, в нем нет травы, в нем уже сформировавшиеся гуминовые вещества, те, которые уже 30-35% гумуса создали, то есть если в навозе практически нет гумуса, гумус это уже как сформировавшаяся составляющая земли, это основа плодородия, то там еще навоз это органика, которая вы вносите в землю, и бактерии вместе с теми червями, которые живут в вашем грунте, они его перерабатывают, ну и этот же биогумус со временем получается, но большая часть навоза все-таки промывается в нижней части почвы, и при этом вы вносите очень много именно гнилосных бактерий, потому что навоз зачастую лежит на больших кучах, и внутри его все-таки происходит, внутри кучи происходит загнивание, то есть вы вносите и плохую патогенную биофлору, и сорняков много, а внося вот так вот локально биогумус или бермикомпост, ну любое название, как переработанная органика червями, вы получаете, вы вносите полноценную, как бы и закваску для вашей земли, в которой будет расти хорошая, позитивная биофлора начнет развиваться, им быстрее будут все процессы в вашей земле происходить, и даже те удобрения, которые вы будете вносить, будут быстрее, как бы преобразовываться в более растворимые формы, то есть чем больше биофлоры в почве, позитивной биофлоры, тем лучше растение себя чувствует, даже путем обычного прогрессивного земледелия, в котором вносится все, да, то есть это и ядохимикаты, и удобрения, то есть поднимая биологическую активность земли, вы будете, в конечном результате все остаются только лишь в плюсе, со временем сами захотите отойти от химии. Ну, пока на сегодня все, надо идти рассыпать, а то день, дни еще короткие, завтра уже надо полноценно готовиться, то есть, чтобы уже завтра садить картофель. Снимал это видео в домике, потому что на улице все-таки открытое поле, у меня деревьев нет, и там как бы ветер забывает, и потом, возможно, было бы плохо слышно, немножко сильный ветер сегодня. До свидания, подписывайтесь на наш канал, будет еще очень много интересных видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok